Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Бевышева. Бедные люди. На митинг против нищеты и повышения тарифов вышли тысячи горожан Ивана Франковска. Патрульный добор. В каких еще городах появится новая полиция? Разверзлись хляби. В столице после подключения отопления в домах массово потекли теплосети. Лифт особого назначения. Кто взял на себя ответственность за ликвидацию боевика Мотороллы? А бюджет по расписанию. Нардепы решили завязать с предновогодними ночными бдениями над главной сметой страны. Анонсирует рассмотрение финплана уже на этой неделе. Кабмин обещает всяческое содействие со своей стороны. Министры будут присутствовать, растолкуют все цифры, удастся ли продавить бюджет в первом чтении и что в обмен на это хотят фракции. Екатерина Лысенко знает все детали. Слово бедность на согласительном совете в выступлении каждого нардепа как-никак есть повод. Сегодня день борьбы за ликвидацию нищеты. Главы фракции предлагают свои законопроекты, а спикер анонсирует бюджетный день. Я говорил с премьер-министром, и в четверг мы должны запланировать как день розыгрыша бюджета, как бюджетный день. И я очень прошу всех коллег максимально приготавливаться к этому розыгрышу. 20 октября дедлайн для принятия проекта бюджета на следующий год. Правда, пока речь идет о первом чтении, но и это рассмотрение вряд ли пройдет без споров. Безпека страны – это качественный бюджет 2017 года. Уряд и Верховная Рада должны очень серьезно осознать, что этот бюджет должен быть качественно проработан и разработан. Потому что сегодня сила этой безопасности страны в людях, а не в паперах, цифрах и олиархических разборках и распределах и дырбанах страны. С некоторыми фракциями премьер-министр имел уже встречу, с нашей фракцией – нет. Поэтому мы надеемся, что перед рассмотрением проекта бюджета у нас будет возможность провести диалог с урядом. Потому что наши пропозиции к бюджету – это борьба с бедностью. И мы считаем, что это не больше проблема сегодня. И все политические силы должны объединяться, чтобы решить проблему бедности, бороться с ней. А это и поддержка реального сектора экономики, это уменьшение тарифов. Это индексация, справедливая индексация зарплаты пенсии. Блок Порошенко, наряду с рассмотрением бюджета, просит пересмотра ставок некоторых налогов. Подвищение податков, как всегда, зацепит тех, кто выготовляет эпидакцизную продукцию. Это тетюновые, алкогольные напои. Это индексация загальных ставок, как предпочено действующим законодавством. Радикалы к проекту бюджета выдвигают ряд своих требований, а Батькивщина даже на старте не намерена смету поддерживать. Говорит, баланса там нет и грозит митингами. У всех абсолютно граждан Украины вимиваются все деньги, которые находятся на депозитах. Вимиваются деньги, которые получают родины в качестве своих доходов через необґрунтованные, многократно завищенные тарифы. Тут приведу еще один пример. Сегодня тариф на электроэнергию у нас в Украине выше, чем в половине страны Европейского Союза. Как таки может быть? Это недопустимо. Пришел час свое слово сказать людям. И мы будем организовывать людей на мирный, конституционный, но на полегливый опер. И у фронтовиков есть требования. Говорят, свои непубличные условия предъявят представителям Кабмина. А из публичных ультиматумов все, как всегда, не устают повторять о спецконфискации. Было заарештовано полтора миллиарда долларов. И они размещены на рахунках в Ощадбанку. Но ни правоохранительного, ни Верховная Рада за последние годы не смогли найти решение, как их повернуть в бюджет Украины. Для того, чтобы они начали работать на подвышении оборудовательности. Включение в повестку Дня закона о спецконфискации чуть ли не каждую неделю зал проваливает. На этой может что-то и поменяется, если фракциям хотя бы покажут текст документа. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Уже совсем скоро в Украине появится офис внедрения реформ. Сегодня его презентовали в Киеве. Создадут его при главе правительства. Задействуют при этом 18 отечественных и иностранных специалистов. Офис, как убежден премьер Владимир Гройсман, поможет ускорить проведение реформ. Часть из которых в Украине уже стартовала. В госслужбе, в системе госзакупок, здравоохранения, децентрализации. Подобные мини-офисы будут созданы и при министерствах. В первую очередь речь идет о Минфине, Минэкономике, Мининфраструктуре и Минагрополитике. Эту информацию уточнил посол ЕС в Украине Хьюк Вингарелли. Украина является приоритетным партнером для ЕС. И мы планируем помочь украинской власти провести масштабные реформы. Предоставим лучших экспертов, которые будут помогать ключевым министерствам. Еще мы усилим группу стратегических советников, которую возглавят Микло Шибальцирович. Но какими бы профессиональными не были наши эксперты, их советы будут ни к чему, если у украинской стороны не будет четкой воли к реформам. На швидкость реформ впливает качество решений, которые предлагаются. И тут важно, чтобы та группа поддержки, которая будет работать и в уряде, и в суммежных министерствах, была направлена на то, чтобы решения были качественными. Офис поддержки и проведения реформа является очень помощным с точки зрения швидкости и качества тех изменений, которые необходимы сегодня в нашей стране. Мы впорываемся. Я не вижу никаких сегодня перешкод объективных. Пересмотром программы украинских реформ уже через полторы недели займется и миссия МВФ, которая для этого приедет в Киев. Об этом сообщают в Министерстве финансов. Я напомню ранее о визите миссии фонда в Украину договорились президент Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Тысячный митинг в день борьбы с бедностью. Профсоюзы Ивано-Франковской области вышли к облгосадминистрации на предупредительную акцию протеста. Давайте узнаем, чего они требовали. Возле Ивано-Франковской ОГА сегодня многолюдно. Здесь и медики, и педагоги, и аграрии. Более тысячи представителей разных отраслей собрались на митинг, чтобы заявить, а не против социально-экономической политики. Уряд на догоду международному валютному фонду все больше затягивает паски на шеях своих граждан. Члены Проспилок, представники трудовых коллективов не могут мириться с таким отношением до украинской нации. Тарас Дашковец приехал из Солотвина. Он работает врачом в местной больнице. Мужчина рассказывает, денег, которые получает, едва хватает, чтобы добраться на работу. А у него дома еще и ребенок-инвалид. Откуда брать средства на лечение, не знает. Тарифы повесились. На работу даже не надо, чем приехать. Я думаю, что это страшная нездоленость для нашего народа. То, что мы собрались, это плачь души, крик души для нас, для медиков, для учителей, для всего народа. Фельдшер Галина пришла на митинг с коллегами, работниками скорой помощи. Люди возмущены. С такой зарплатой, говорят, не могут справиться с новыми тарифами. Коммунальные послуги взросли. Зарплата на все, на все 2 тысячи. Хлибо люди могут жить нормально на всю зарплату? Еще и проценты у нас сняли. Без сотки, которые нам платили. Стоят в первых рядах с плакатами и сотрудники управления водного хозяйства. На митинг пришли почти целым составом. Говорят, молчать больше не могут. Помогаем, чтобы бороться с бедностью, чтобы не снищивать людей теми тарифами, которые сейчас есть. Зарплат нет, тарифы очень высокие. Люди замужают бедности, просто не выживут. Сегодняшняя акция предупредительная, рассказывают в Совете профсоюзов области. Люди просто пришли еще раз напомнить чиновникам о своих требованиях, которые уже были высказаны Федерации профсоюзов в июле на всеукраинском митинге-протесте. Но тогда их никто так и не услышал. Уже завтра должна состояться встреча профсоюзов с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Люди надеются, их требования все же будут услышаны. В противном случае люди обещают объявить всеукраинскую забастовку. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск. И набирает обороты угольный бунт на шахте Горская в прифронтовой Попасной. Шахтеры едва не избили недавно назначенного гендиректора этого холдинга Первомайск Уголь. Уже неделю на шахте неспокойно, работники в отчаянии, поскольку без зарплаты они сидят уже более двух месяцев. При этом неизвестные грузовиками вывозят уголь со склада. В трудовом коллективе убеждены, что к хищениям причастен гендиректор холдинга Иван Савчук. И уже написали заявление в прокуратуру. По их мнению, чтобы скрыть недостачу, на промплощадку завозят отходы, шлам. Люди требуют убрать Савчука и вернуть прежнего руководителя. Сегодня гендиректора даже не пустили на работу. Едва удалось избежать потасовки. А где уголь? Где наши деньги? Подожди. Патрульный добор в нацполиции решили расширить штат трех региональных управлений. Об этом сегодня сообщило руководство этого ведомства. В Криворожскую полицию доберут 150 человек. В Черкассах сформируют дополнительный батальон из 140 сотрудников, которые будут охранять Умань и участок трассы Киев-Одесса. И еще одна рота появится в Ривненском управлении. Она возьмет на себя город Сарны и участок трассы Киев-Варшава. Мы перекрываем очень важные международные отери. Это Киев-Варшава и Киев-Одесса. Это также участки, которые проблемные. Там высокий уровень дорожно-транспортных происшествий. Это первый этап создания дорожной патрульной полиции, который мы начинаем уже с следующего года. Напомню, именно в Сарненском районе активно ведется незаконная добыча янтаря. И не исключено, что увеличение количества полицейских связано и с этим тоже. Столкновение между копателями и правоохранителями там уже практически норма. В последний раз старатели устроили беспорядки в середине сентября в урочище Азалия. Когда правоохранители прибыли на место, их встретили около 200 мужчин в масках и камуфляже, вооруженные битами и палками. Полицейских забросали камнями, разбили служебную машину, а после прибытия подкрепления старатели разбежались. Оказали сопротивление правоохранителям добытчики янтаря и в селе Тынном. Они также напали на них с палками и камнями. Холодные стены. Среднесуточная температура 8 градусов у нас уже довольно давно. И чиновники активно отчитываются о начале отопительного сезона. Некоторые дома уже действительно подключили. Это хорошо видно по прорвавшим трубам. Как решают эти проблемы и когда потеплеет в тех домах, где температура почти сравнялась с уличной? Егор Логинов расскажет подробнее. 13 октября на заседании Кабмина Владимир Гройсман заявил, на подачу тепла в дома и госучреждения у местных властей есть 5 дней. Чиновникам, которые это сделать не в состоянии, премьер посоветовал отключить отопление у себя дома, дабы понять, что чувствуют люди. Пять дней на исходе. Сегодня столичные чиновники заявили, все больницы, детсады и школы Киева, кроме тех, где идет ремонт, к отоплению уже подключили, как и большинство жилых домов. На сегодня 90% домов, которые отнесены до сферы управления городской администрацией, уже с теплом. В целом, если взять средний процент домов, которые управляются городом, и те, которые не управляются городом, так подключение складает 80%. Если в киевских квартирах тепло, мы решили узнать у жителей столицы. Район Лукьяновки, почти центр города. Проблемы с теплом не только в Киеве. В Днепре холодные батареи в нескольких районах на 12-м квартале, жил массивах «Парус» и «Тополь». Местные чиновники обещают, до конца этого дня все подключат. У нас не запущено по некоторым причинам всего три котельные. Это связано с тем, что мы приобрели новое насосное оборудование. Испытать его при пустой системе возможности не было никакой. Радуса 10 в халатах, в пейзамах, теплых. Ну, сказали, что будут включать, вот на нее прямо. Жукой кругом включают постепенно. Ну, свитерочки, нормально. И сплю под пуховым одеялом. В Кропивницком без тепла пока остаются даже некоторые ясельные группы. В детсаду «Струмочек» детей согревают как могут. Одевают потеплее и включают обогреватели. Рабочий день здесь традиционно начинается со звонка в местную ТЭЦ. Мы включили камин, подогрели деткам поветро в спальне. И детки с удовольствием легли до лежечек. Мы их не раздягали полностью. То есть они в свитерочках тепленьких легли себе. Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко одной из основных причин затяжного начала отопительного сезона в Украине называет конфликт «Нафтогаза» и «Теплокоммунэнерго». Месяца четыре все счета практически у «Теплокоммунэнерго» были арестованы. Ну, вообще, это глупость, несусвестная. Понимаете, арестовать все счета, выдавливать из них за несуществующие придуманные долги какие-то деньги. В результате, конечно же, дали возможность «Теплокоммунэнерго» сегодня говорить. А вы нам не дали подготовиться к деньгам. Мы не успели провести все работы необходимые. О том, что отопительный сезон в Киеве будет тяжелым, говорил сегодня и руководитель тепловых сетей «Киевэнерго» Евгений Глушак. По его словам, за последние два года большинство инвестиций главный поставщик тепла в столице вложил в установление счетчиков. Соответственно, не успели реконструировать теплосети в необходимом объеме. Мы имеем взросление пошкодженности на 15%. С начала года мы уже обликуем 9763 пошкоджения. Хочу также отметить, что за последние три года мы ликвидировали 137 таких пошкоджений. На данный момент у нас по опалению в связи с пошкоджением отключено 137 домов. Срок установлен премьером для того, чтобы все квартиры в Украине были подключены к теплу, истекает завтра, 18 октября. Справятся ли чиновники на местах с этой задачей? Ждать осталось недолго. Егор Логинов, Елена Брынза, Иван Ермаков и Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Преступление без наказания высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить на бессрочно на должность судьи Голосеевского райсуда столицы Александра Билыка. Казалось бы, рутинное дело, но этот судья был среди тех, кто в январе 2014 года, во времена революции достоинства, отбирал водительские права у активистов. Об этом говорит адвокат автомайдановцев Роман Маселко. По его словам, Билык лишил прав 9 человек. Все они якобы не остановились по требованию сотрудника ГАИ 29 декабря 2013 года. Напомню, в тот день активисты пикетировали Межигорье. Решение Билык принимал на основании протокола ГАИшника. Показания свидетелей он не учитывал, опять же, по словам адвоката, который удивляется такому назначению. Высшая квалификационная комиссия уверяет, что о этих майдановских делах не знали и жалоб по этому поводу не получали. В комиссии никакой информации о том, что он рассматривал дела, связанные с революцией гидности, с автомайданом или противодействием автомайдану, нет. Если бы в комиссии была бы, хоть бы, найменшая информация о том, что он не 9 раз, а хотя бы одну человеку безподставно избавил права керувати транспортным способом, то такой судья не имеет никакого шанса получить рекомендацию в дальнейшем в нашей комиссии. Даже если не было конкретных скарг, я считаю, что высшая квалификационная комиссия должна была поднять это вопрос, задать это вопрос пану Билыку. Она могла бы обратиться в Генеральную прокуратуру, и эта Генеральная прокуратура дала бы ответ, что, действительно, по этих фактах, где расследование? Еще не оголошено подозру, так, но информацию она не могла отримать. Сейчас Билык работает в Голосеевском суде столицы, но дела не ведет, поскольку срок полномочий истек. Назначить ли его судью бессрочно по рекомендации квалификационной комиссии должен решить высший совет правосудия. Активисты уже направили туда жалобу на судью и готовят обращение в Генеральную прокуратуру. Подозрение в незаконном завладении резиденции Межигорье наконец-то объявили беглому президенту Януковичу и его сыну Александру. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГПУ. Если старшему Януковичу вменяют завладение госимуществом стоимостью более полумиллиарда гривен, то младшему создание фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности и пособничества в завладении госимуществом, а также его легализации. По этим эпизодам следствие уже объявило Александра в розыск и получило разрешение суда на его задержание и избрание меры пресечения. В ГПУ также напомнили, что такие же обвинения инкриминируют бывшему председателю управления компании Надра Украины Ставицкому и директору Танталита Литовченко. Оба они объявлены в розыск. Первые приговоры захватчикам Харьковской областной администрации в апреле 2014 года. Я напомню, тогда пророссийские активисты взяли под свой контроль и два дня удерживали здание, пока его не освободили силовики. Двоих обвиняемых Киевский райсуд приговорил к пяти годам тюрьмы, еще двоих к такому же наказанию, но с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правда, до конца октября все четверо осужденных выйдут на свободу. С момента задержания они провели в СИЗО по два с половиной года и по закону Савченко фактически они отбыли пятилетнее наказание. По делу о массовых беспорядках и захвате ОГА проходит еще 60 человек. Сегодня мы отримали первый вырок о справе, что до захопления облдержадминистрации в квотне 2014 года. Как вы знаете, в этом криминальном проведении 64 обвиняемых. Справа была поделена на несколько криминальных проведений для того, чтобы прискорить рассмотрение в суде. Моторолла, он же Арсен Павлов, главарь боевиков так называемой ДНР, убит. Эту информацию, которая появилась накануне, подтверждают и в СБУ, и в МВД Украины. Там выдвигают свои версии. Кому выгодно это убийство? Впрочем, некоторые считают, что это смерть инсценировка. Все подробности выясняла Ольга Рыцарь. Один из боевиков так называемой ДНР Моторола погиб накануне вечером в лифте собственного дома. Якобы к тросу подъемника было прикреплено самодельное взрывное устройство. В кабине лифта якобы находился также и охранник Арсена Павлова. Информацию о смерти Мотороллы подтвердили в силовых структурах Украины, в СБУ и МВД. Позже в интернете появилось видео, где ответственность за убийство берет на себя некая украинская диверсионно-разведывательная группа. Данное видео записывается в Донецке, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист Моторола. Захарченко Бладницкий, ты следующий. По версии же украинских спецслужб Арсена Павлова убрали его приспешники. Мол, знал слишком много и мог многое рассказать. Первый интерес, который есть, мы обращаем, это в спецслужб Российской Федерации. Потому что эта людина могла признать где-нибудь в Международном криминальном суде, безусловно сказать пальцем, что получила указки от соответственных офицеров Российских СССР или Российских спецслужб. Поэтому, конечно, такие люди долго жить не могут. Арсен Павлов, он же Моторола, известен как один из самых жестоких боевиков на Донбассе. Он руководил бандформированием «Спарта». Принимал участие в боях под Славянском, Иловайском и возле Донецкого аэропорта. Это вообще не наша работа доставать трупы. Наша работа их делать. Он признался, лично расстрелял 15 украинских военнопленных. Среди них был киборг Игорь Броновицкий. Вас обвиняют в убийстве киборга Игоря Броновицкого? То есть это... Почему меня обвиняют? Веришь, нет. Я 15 приемных расстрелял. Сегодня мама убитого украинского киборга вспоминает, как впервые увидела кадры издевательств над ее сыном. Диви бил рукояткой пистолета по голове. Он доказывал, что еще спросили, почему ты сюда пришел. Он сказал, что это не я пришел, это вы пришли. Я не пришел. Я на своей земле. И это там он его убил. Потому что на следующем видео он совсем закрыл. Выбитые зубы, разбитые губы. Про то, что застрелили кулеметника, это до меня не дошло через... От бойца ДНР. Он передал через родителей. Мы до него вернулись. Само Моторола. В этом году президент Петр Порошенко посмертно наградил героя АТО. Награду вручил маме. За особистую незламенность и непокору террористов, Игорь был особисто застреллен одним из немецких командиров террористов по дороге. Я надолошу, не будет прощен. И этот невидь будет притягивать, а он ответит. И ответит за смертью поездки. Я знала, что это так будет. Потому что, как первый раз я увидела это видео, Игорь, увидела, что ГИВИ, Моторолу. Первая думка, что меня променнуло, про них. Я подумала, гниды. У вас же свои убьют. В этом году СБУ обращалась в Интерпол с просьбой объявить боевика в международный розыск. Но летом Интерпол прислал отказ. А сегодня после смерти Моторолы еще один главарь боевиков Александр Захарченко молниеносно пригрозил расправой всей Украине. Я бы еще хотел обратить внимание на заявки самого пана Захарченко, потому что он довольно быстро вышел в эфир и так немного выглядывал наляканным, но пытался погрожить Украине, украинцам, что он будет мстить, что он будет в лапках мстить, что он будет совершать террористические действия на территории Украины. И наша служба и все другие правоохранные органы, мы будем делать все для того, чтобы не допустить никаких провокаций. Каких-либо провокаций необходимо избежать. Ольга Рыцев, Виталий Коваленко, подробности, телеканал Интер. Здание Генпрокуратуры и Верховного суда в столице могут быть заминированы. Такие анонимные сообщения поступили на электронную почту этих учреждений. Неизвестный сообщает о том, что радиоуправляемая взрывчатка заложена в нескольких местах, а само минирование это месть за убийство боевика Моторолы в Донецке. На сайте полиции Киева уже появилось сообщение о том, что здание Верховного суда обследовали взрывотехники и никаких опасных предметов они там не обнаружили. Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 16 сентября о применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер на один год. Как сообщает Пресс-служба Совета Национальной Безопасности, в прошлогодний список дополнительно включили 335 физических лиц и 167 юридических. Кроме этого, глава государства поручила подготовить отдельное решение по санкциям против лиц, причастных к проведению так называемых выборов в Российскую Госдуму на территории аннексированного Крыма. Борьба за безвизовый режим продолжается. Глава украинского МИДа Павел Климкин в Люксембурге и Брюсселе обсуждает ситуацию в нашей стране и убеждает ЕС продолжать процедуру визовой либерализации и не тормозить ратификацию соглашения об ассоциации. Все подробности расскажет София Гордиенко. Конечно, мы вряд ли узнаем, о чем на самом деле говорят дипломаты за закрытыми дверями. Разве что кто-нибудь когда-нибудь издаст мемуары. А потому детальной информации о сути визита практически нет, лишь сухие цветы участников. Даже планировавшийся здесь, в Брюсселе, подход к прессе и тот отменили. Известно, что глава Международного ведомства Украины приехал вчера в Люксембург и встретился со своей коллегой из Швеции Маргот Вальстрём. Говорили о наших реформах в безвизовом режиме, вопрос о котором, кстати, Европарламент так и не вынес на голосование в октябре. А также о грядущем визите президента Петра Порошенко в Швецию. С Яханасом Ханом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства, Павел Климкин говорил о ратификации соглашения об ассоциации и о том же безвизе. Так как сегодня в Люксембурге собрался совет министров ЕС, это отличная возможность для главного украинского дипломата с утра пораньше встретиться со всеми главами МИДов стран ЕС, заинтересованных в Украине. На рабочей встрече под названием «Украина плюс группа друзей Украины» в Евросоюзе присутствовали главные дипломаты Словакии, Швеции, Финляндии, Литвы. Киев заверили в поддержке и призвали продолжать реформы. Как известно, этот месседж «Реформы в обмен на безвиз» — это одно из главных посланий Евросоюза Украины. И, кстати, речь идет не просто о принятии законов, но и об их воплощении в жизнь. А уже в эту среду в Брюссель с теми же вопросами прибудет президент Петр Порошенко. И общаться он будет накануне саммита ЕС с руководителями Евросоюза. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. Взрыв на химическом заводе в Германии. ЧП произошло на предприятии БАСФ в городе Людвигсхаффен во время ремонта трубопроводной системы. По последней информации, один человек погиб, и еще шесть пропали без вести. Жители этого города просят до завтра не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. И там же в Германии в десятках школ сегодня пришлось отменить занятия. Кто и почему сорвал уроки, расскажет Татьяна Лагунова. Тревога в немецких школах. Учебные заведения в разных землях страны сегодня под усиленной охраной полиции. Их руководство получило письма с угрозами. Неизвестные сообщили, в школах могут произойти атаки с применением оружия. Послания получили как минимум в десяти учебных заведениях Лейпцига, Магдебурга, Геттингена, Аснабрюка и Байрайта. Письма пришли по электронной почте рано утром. Все идентичны по содержанию. Руководство школ предупредили, планируется массовое убийство. Больше никаких деталей. К учебным заведениям сразу же прибыли наряды полиции. В одних школах детей сразу же отпустили домой, в других наоборот перекрыли все входы и выходы. И запретили покидать помещение. Полиция уже проверила здание и ничего подозрительного не нашла. Скорее всего, это была чья-то неудачная шутка. Но тем не менее, там, где получили угрозы учебу, решили все-таки отложить до завтра в целях безопасности. Письма с угрозами в немецкие школы приходят довольно часто. В конце сентября два учебных заведения во Франкфурте эвакуировали после того, как их руководство получило послание. В зданиях могут быть заложены бомбы. Тогда тревога тоже оказалась ложной. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. А в Дании сегодня эвакуировали сразу два аэропорта. Неизвестный сообщил о том, что взрывы могут прогреметь в аэропортах Копенгагена и Орхуса. Позднее, по предварительной информации, тот же человек предупредил о бомбах в двух торговых центрах. А также рассказал о заминировании крупнейшей бизнес-школы мира, расположенной в датской столице. Но полиция ничего подозрительного по указанным адресам не обнаружила. О личности подозреваемого телефонного террориста пока тоже ничего не известно. Битва за Масул. Силы международной коалиции, возглавляемые США, иракские военные и отряды курдов уже освободили села в окрестностях этого оплота террористов ИГИЛ в Ираке. Первая фаза операции прошла успешно. Бои продолжаются. Командование курдского отряда Пешмирга сообщило о ликвидации одного из главарей ИГИЛ Ахмата Хаттаба. Руководство иракской армии призвало жителей Масула к сотрудничеству. Они обещают людям гуманитарный коридор, как только союзники войдут в город. Главареза исламского государства захватили Масул, я напомню, два года назад. С тех пор из города бежали около полумиллиона жителей. Сегодня армия Ирака начала освобождение Масула от боевиков ИГИЛ. Операция, которая должна вернуть контроль над вторым по величине городом страны, будет длиться несколько недель. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Метиловое поветрие. Суррогатный алкоголь унес жизни еще троих человек. Белая халатность. В чем активисты обвиняют персонал львовских роддомов? Побег во Львовской области. Из СИЗО Самборского райотдела полиции бежали трое бандитов. Это произошло ночью. У арестантов правоохранители недосчитались во время планового обхода. Трое подозреваемых в кражах и разбоях выбрались на свободу, вырвав из стены камеры батарею и пробив в ней отверстие. Двоих беглецов задержали буквально через несколько часов. А вот третьего, самого опасного, до сих пор разыскивают. Это 38-летний гражданин России, об этом сообщают в полиции. Его задержали по подозрению в совершении разбойного нападения и в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. В Одессе суд сегодня снова избирал меру пресечения Александру Орлову. Напомню, лидера местной ячейки оппозиционного блока прокуратура требует отправить под арест. Его подозревают в причастности к разгону митинга во времена Майдана. Соратники называют это политическим преследованием. Чем закончилось нынешнее заседание, узнаем в материале наших корреспондентов. Это уже четвертое по счету заседание. На прошлом и адвокаты Александра Орлова и представители прокуратуры просили одного и того же. Вызвать в суд главного свидетеля обвинения Сергея Калинчука. Два года назад он был вице-губернатором Одесской области. По данным следствия, зимой 2014 года Орлов, тогда он был коллегой Калинчука, якобы звонил ему по телефону и просил поселить тетушек в одесских санаториях. Сам оппозиционер утверждает, Калинчук его оговорил. Поэтому и хочет, чтобы тот повторил эти показания в его присутствии. Знаете, как одно дело говорить за глаза, другое дело, когда в зале заседания. Может быть в зале заседания всплывет какие-то подробности, которых не было. И которые свидетельствуют о том, что вообще может это обвинение рассыпаться. Понимаете, да? Однако Сергей Калинчук в суд сегодня так и не явился. Во время предыдущего заседания он находился в Турции. Теперь в Киеве, объясняет представитель прокуратуры Екатерина Бойченко. Про час заседания свидетельствовал Калинчук был поведен належным членом, но до суда не появился. Заседание продолжается. И вот судья выносит решение. В ходатайстве прокуратуры о взятии Александра Орлова под стражу отказать. Поясняет, ранее по этому же делу политика уже арестовывали. И он вышел на свободу под большой денежный залог. И этого, дескать, достаточно. Кроме того, судья приводит и другие доводы. В итоге оппозиционер остается на свободе. В сопровождении полиции уезжает из суда. Само заседание, к слову, прошло спокойно, без эксцессов. Напомню, прокуратура подозревает Орлова в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Одессе. В оппозиционном блоке это называют политической травлей. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер. Одесса. И там же, в Одесской области, новый скандал, связанный с инвалидами-переселенцами, которых выселяют из санатория Куяльник. Около 40 человек самовольно заняли пустующее здание школы-интерната в селе Фонтанка. Это недалеко от Одессы. Там нет ни воды, ни отопления, ни электричества. Но люди все же намерены там обустроиться. Еще 60 человек сегодня утром добровольно выехали из Куяльника и отправились на родину в Донецкую область, где их согласился принять Святогорск. Еще около 30 человек наотрез отказались покидать санаторий и остаются сейчас в здании. Напомню, в Куяльнике переселенцы прожили два с половиной года. Недавно чиновники предложили им переехать в интернат в селе Борщи. Это в 250 километрах от Одессы. Но люди отказались, опасаясь того, что там им не смогут оказать специализированную медицинскую помощь. На захват переселенцами школы-интерната власти пока никак не отреагировали. Мы изъявили свое желание сами исполнять закон, где четко прописано, что вынужденным переселенцам предоставлять коммунальное жилье. Его нам не предоставили. Поэтому мы нашли этот объект и, соответственно, мы будем теперь здесь жить и зимовать. Прокурора Запорожской области Александра Шацкого подозревают в разглашении секретной информации из материалов уголовных дел. Такая новость со ссылкой на источники в ГПУ появилась сегодня в интернет-СМИ. С 20 сентября Александр Шацкий временно отстранен от занимаемой должности. Это связано с проверкой ГПУ, которая проводилась в обл. прокуратуре по жалобе депутата Верховной Рады Игоря Артюшенко о том, что Шацкий затягивает расследование уголовных дел по разгону Запорожского Майдана. Результаты этой проверки пока не обнародованы. Сам прокурор опроверг информацию о том, что якобы уже написал заявление об отставке, а обвинение в разглашении гостайны он отрицает. А вот в СБУ подтвердили, что проверяли соблюдение секретности в Запорожской обл. прокуратуре и выявили при этом многочисленные нарушения. Это один из способов со мной расправиться. Потери секретных документов в прокуратуре Запорожской области нет и не было. Есть, ну, можно сказать, канцелярская расхлябанность. Есть там конкретные исполнители, есть начальник отдела, которые за это должны нести ответственность. Белая халатность. Во Львове около ста женщин вышли к обл. госадминистрации с требованием навести порядок в роддомах города. В чем они обвиняют врачей? Узнаем от Галины Якушко. А кровавленный белый халат в карманах, долларовые купюры. Эту жуткую атрибутику к обл. администрации принесли эти женщины. Только помирает детей в пологовых будинках. В пологовом будинке на Джамбула это вообще цвет свинтар. Именно там, на Джамбула, так в народе называют третью больницу, должна была появиться на свет дочь Татьяны Странтицкой. Но плот замер, женщина заявляет. Все из-за халатности врачей. Когда у меня начались переймы, я вернулась к своего лекаря, которая дала мне таблетку, которая потом выявила, что она пригнишает родовую деятельность. То есть, остановили мне пологи, и в следующий день дети на меня померли. Подобные истории рассказывают и другие женщины. Это не один случай Таня. Это просто есть много, но это все замовчается. Нам сказали сразу коллеги по работе Халлиной, и что, говорят, тут не первая вы такая и не остальная. По понедельникам у чиновников администрации совещание. Женщины требуют, чтобы их пустили внутрь. Охрана препятствует. Это государственная установка. На какой основе вы не позволяете громаде зайти? Вы не имеете право применять силу. В здании приходится брать штурмом. Чиновники объясняют, третья больница подчиняется не областей, а городу. С претензиями отправляют в мерию. Не только городская рада и главный лекарь лекарь в праве делать какие-то шаги относительно руководителя. Андрей Иванович Садовый и Зуб Володимир Иванович. К митингующим женщинам выходит заместитель городского головы Виктор Пушкарев. Ответы на вопрос, когда мэрия начнет проверять деятельность медиков и расследовать причины смертей младенцев у него нет. Пока же родильное отделение третьей больницы временно закрыли. Якобы проводят дезинфекцию. Врача, которую Татьяна ввинит в смерти своей дочери, перевели в женскую консультацию. Будет ли она уволена? Главврач отвечает так. Так ли это уже разбираются правоохранители? Полиция изучит и обстоятельства смертей всех младенцев, о которых говорили на митинге. Если даже после этого виновные не будут наказаны, женщины обещают выйти на акцию протеста снова. Выборная кампания становится все жестче. Полиция расследует нападение на штаб республиканцев в Северной Каролине. Кого обвиняют сами кандидаты и как это повлияет на исход выборов за три недели до голосования? Мой коллега Дмитрий Анопченко обо всем подробнее. Страсти накаляются. Вот так теперь выглядит офис компании Трампа в Северной Каролине. Он полностью сожжен. Разбитые окна, покрытые копотью стены. На выходных неизвестные забросали помещение коктейлями Молотова. На дверях сделали надпись. Республиканцы – нацисты. Вон из города. Понятно, что полиция ведет расследование. Понятно, что версий несколько. Но, как пишут сегодня местные СМИ, сами горожане склоняются к одной. Мол, впервые противостояние между кандидатами настолько жесткое, что и их сторонники уже не ограничиваются. Только спорами у телевизора. Трамп отреагировал резко. Прямо обвинил сторонников Хиллари. Назвал их животными. Сказал, мол, это случилось, потому что мы побеждаем. Но, понимая, насколько расколота сейчас Америка, пообещал, если изберут, не будет делить страну на своих и чужих. Я буду президентом для всех граждан. Только представьте, чего страна может добиться, если мы начнем работать вместе, как один человек, под одним богом, салютуя американскому флагу. Демократы сейчас делают все возможное, чтобы откреститься от инцидента. Как только о нем стало известно, Хиллари Клинтон написала в своей социальной сети, мол, это ужасающе и неприемлемо. А ее однопартийцы сейчас собирают деньги, чтобы восстановить штаб соперников. На этом сайте только за первые 40 минут собрали 10 тысяч долларов. Сейчас цифра уже более 13 тысяч. Люди перечисляют по десятке, по двадцатке и пишут в комментариях, да что с нами такое? Мы ведь одна нация. Вот только остудит ли ЧП в Каролине горячие головы? Ведь до выборов остается всего-то 22 дня. Социологи запутали всех окончательно. Опросы общественного мнения вроде бы и на одних условиях, вроде бы и вопрос задают один и тот же, но результаты разнятся. Вот NBC и The Wall Street Journal провели свой опрос и говорят, Хиллари лидирует на 11%. Вот ABC и The Washington Post провели такой же опрос и говорят, лидерство Хиллари лишь 4%. Так что вся страна теперь ждет финального шоу, во время которого, похоже, все и решится. В Лас-Вегасе уже послезавтра пройдут последние президентские дебаты. И в этот день впервые не распроданы билеты на проходящее там же шоу Копперфильда. Все ждут, какие фокусы покажут на сцене участники дуэли, победителю которой предстоит возглавить Америку. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. На чем погорел посол Нидерландов в Китае? Какие кимоно войдут в моду уже в следующем году? И почему брюссельский дворник сегодня не вышел на работу? Об этом и не только в нашем обзоре. Смертная казнь с отсрочкой на два года. Такой приговор бывшему чиновнику в угольном департаменте вынесут китайского города Бао-Дин, провинции Хэбэй. Вэй Пэнь Юань с 2000 по 2014 годы получил взятки в размере около 31,5 миллиона долларов. Согласно приговору суда, имущество обвиняемого подлежит конфискации. Посол Нидерландов в Китае временно отстранен от исполнения обязанностей. В прессу просочилась информация о романе Рона Келлера с коллегой. Министерство иностранных дел Нидерландов пока не комментирует ситуацию. Келлера подозревают в романтической связи с гражданкой Китая. Это противоречит правилам работы посольства. Дипломатическим работникам не рекомендуют вступать в близкие отношения с гражданами страны, где они работают. В Лондоне сотрудников полиции оснащают нательными видеокамерами. Устройство получат 22 тысячи сотрудников. Вести запись в круглосуточном режиме камеры не будут. Офицеры должны вручную начинать запись. Затем видеофайлы будут загружены на безопасный сервер. Их могут использовать в качестве улик на суде. Если же запись не будет востребована, данные автоматически уничтожаются через 31 день. Японская неделя моды стартовала с показа коллекции кимоно. Рок-звезда и дизайнер Йосики уже традиционно присутствовал на демонстрации. Он играл на фортепиано. Женственная, сексуальная и одновременно удобная в повседневной жизни. Такой стала коллекция. А вот другой маэстро в мире моды Карл Лагерфельд расширяет горизонты своего творчества. Он объявил о запуске нового бренда, но не в одежде. С 2018 года в Китае должна открыться сеть отелей, разработанных дизайнером. Студенты одного из колледжей Нью-Йорка состязались в метании тыкв. Соорудив катапульты, команды выстроились в один ряд и начали пулять овощи. Победителем стала команда, чья тыква преодолела расстояние в 147 метров. Метание тыкв – популярный вид осеннего досуга в США. В стране даже проводят ежегодный фестиваль в первые выходные ноября. В Брюсселе дворник выиграл в лотерею Евромиллионс 168 миллионов евро. Крупнейший в истории страны приз. Известно, что счастливчиком стал 45-летний отец четырех детей албанского происхождения. По словам дворника, лотерейные билеты он покупает в течение 10 лет, а деньгами планирует поделиться с нуждающимися. На следующий день после выигрыша он уже не вышел на работу. Лицемерия, холодный расчет или банальные политические игры. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон снова в центре скандала. Оказалось, что он до последнего верил в то, что Британия должна остаться в ЕС. Но все равно взял и возглавил кампанию по Брекзиту. Что на самом деле стоит за решениями одиозного бывшего мэра Лондона, разбиралась Светлана Чернецкая. Об этом не должны были узнать. В феврале Борис Джонсон, влиятельный британский политик, написал статью о трагедии, ожидающей страну в случае Брекзита. Ярко описал экономический шок, который непременно последует после выхода из ЕС. И даже предрекал распад Великобритании. Но тогда Джонсон не опубликовал этот материал. Говорит, просто излагал мысли на бумаге. Но признается, что имел неосторожность отправить текст кому-то из друзей. Похоже, тот выждал момент и решил обнародовать материал Джонсона именно сейчас. Так британцы узнали, что главный вдохновитель Брекзита еще за два дня до того, как возглавить кампанию по выходу из ЕС, сомневался до последнего в выборе лагеря. И понимал, какие серьезные или даже катастрофические последствия ожидать страну, если на референдуме в Европе скажут нет. Сейчас министр иностранных дел оправдывается. Текста было два. В одном он ратовал за Брекзит, во втором против. Мол, так определялся со своей позицией. В то время каждый пытался понять, что лучше уйти или остаться. И я точно так же, как и многие, сомневался. Написал большую статью о преимуществах выхода из ЕС и подумал, что надо написать и альтернативную версию. Получилась почти пародийная статья. И когда я сравнивал варианты, мне стало очевидно, что надо сделать. За всю политическую карьеру Борис Джонсон никогда не отличался евроскептицизмом. Наоборот, как мэр мультинациональной финансовой столицы, лучше других понимал, Британия и Евросоюз очень тесно связаны. Так что его решение возглавить кампанию по выходу из ЕС, многие расценили как политический ход с прицелом на кресло премьер-министра. После победы Брекзита сомнения в искренности Бориса Джонсона только укрепились. Казалось бы, на волне успеха он должен был занять кабинет на Даунин-стрит-10. Но нет, просто умыл руки и не захотел возглавить страну, которую сам же и привел к такой ситуации. И вот теперь, когда опубликовали еще его февральскую статью, это еще раз подтвердило, что Брекзи для Бориса был только инструментом для удовлетворения политических амбиций. А выход из ЕС никогда не был принципиальной позицией. В любом случае, харизматичный Борис Джонсон остался в большой политике. И сейчас, как министру иностранных дел, ему пригодится все его красноречие в переговорах с европейскими коллегами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Наш сайт подробностей.ua и информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова